Привет, ребята! Это Настя. Не ожидали? Я, на самом деле, сегодня утром проснулась в такой апатии, не апатии, но, в общем, усталости, мне не хотелось ничего делать, никуда идти, вообще думать не хотелось. Я решила погуглить для себя, как быстро вернуть энергию, и, в общем, помогло, как вы видите, поэтому я хочу для вас и для себя также на будущее оставить эти пару лайфхаков, которые можно в таких случаях использовать. Это не научное видео, я не перепроверяла эти данные, но в них риска абсолютно ноль — это лайфстайл вещи, поэтому почему не попробовать, тем более, я говорю, у меня какие-то вещи из этих помогли. Первая идея, которая мне очень понравилась — это выпить воды, потому что пишут, что есть основания полагать, что когда у организма идёт обезвоживание, то мы испытываем усталость и сонливость, и в целом чувствуем себя менее бодрыми и сложно концентрироваться. Как только я это прочитала, я тут же, я была в универе, я пошла к этому автомату, купила бутылку воды, и это был мой первый шаг. Вторая идея, которая мне очень понравилась — это одеться. У нас, на самом деле, сегодня такой прохладный день, и мне действительно было холодно, а я прочитала, что когда температура вокруг, когда тебе холодно, то температура тела опускается, и это даёт сигнал нашему телу, что пора идти спать, соответственно, какая бодрость. Я вцепилась в эту воду, теперь не отпускаю, ну в общем, третий интересный хак, который мне понравился — это заставь свой мозг работать быстрее. Даже когда у тебя закрываются глаза и голова вообще всё в тумане, как у меня было сегодня, просто тем не менее попробуй что-то быстро читать, понимая, что ты читаешь, или с кем-то по брейнсторм на какую-нибудь, может, сложную тему, заставь себя думать, или попробуй разобрать какой-то новый концепт. Они там ссылались на исследование, я напишу его название внизу, хотя я его не читала, но в общем они говорят, что в этом исследовании участники, которые вот заставляли себя делать какие-то когнитивно-напряжные упражнения, это давало им энергию и бодрость. Не сиди слишком долго, потому что когда мы бездействуем, то наши сосуды имеют тенденцию сужаться, и это приводит вот к этому чувство усталости. Поэтому надо регулярно вставать и прогуливаться несколько минут, чтобы заставить свои мышцы и сердце работать. Поменяй позу, сядь ровно! Одна статья в интернете писала, что когда мы неправильно держим голову, то артерии, они пережаты, и кровоток в голове затруднён, и это также вызывает чувство усталости. Естественно, всегда можно сделать power nap, если environment, если то помещение, где ты находишься, тебе это позволяет. Power nap — это как бы послеобеденный короткий сон, и не думайте, это к нам пришло не из южных стран, но в виде съеста, это на самом деле пришло к нам из авиации, из каких-то исследований, которые НАСА делала. И даже сейчас пилоты гражданской авиации, даже на коротких полётах они вполне могут спать. Один пилот наблюдает за тем, что происходит в кабине, за самолётом другой пилот спит 30 минут. Это, кстати, я как раз об этом недавно смотрела такое классное видео на канале Mentor Pilot. Я вам оставлю ссылку внизу, если вы любите авиацию. Я нашла вот этого пилота, он капитан Norwegian, я просто побешалась на его канале, я не могу перестать смотреть его видео. Он настолько взрослый, ответственный, размеренный… Ну вот доверяешь ему прямо… Короче, я тебе вам оставлю ссылку внизу. Так вот, нужно… сон должен длиться 10-20 минут, говорят, оптимально. Но пилоты, кстати, спят 30 минут. Но в любом случае не дольше, чем 30 минут, потому что иначе будет вот эта сонная инерция, когда у тебя сенсоромоторные и когнитивные способности заторможены, потому что ты вступил в фазу глубокого сна. Короче, обязательно ставьте будильник, если ложитесь днём, 10-20, макс 30 минут. Разновесь, или включи свет, или пересядь ближе к окну, потому что такие дни, как сегодня, когда небо затянуто тучами, мне кажется, это то, что способствовало, например, моей усталости, потому что везде такая полутемень, поэтому свет, известный факт, он заставляет себя чувствовать себя более бодро. И дальше идут несколько советов новых для меня, которые я не пробовала, но запишу себе и вам их на будущее. Первое — это то, что если ты засыпаешь, например, на какой-то встрече, попробуй жевать жвачку. Я вам оставлю название исследования внизу, но в общем, в нём говорится, что есть связь между обучением, памятью и чувством бодрости и настроением, и тем, что человек жуёт жвачку. Можете прочитать его сами, или если хотите, чтобы я его прочитала и сделала видео, напишите внизу. Ароматерапия. Я немножко это уже слышала, но не практикую. Надо мне купить эфирные масла или что-то такое. Говорят, что я нашла лимонное масло, корица и peppermint. Это перечная мята. Вот эти запахи являются стимулирующими и могут дать тебе энергию и чувство бодрости. Красный цвет, ребята. Интересно, мне попала ссылка на research, где говорится, что красный цвет, когда ты находишься в environment, помещении с красным преддоминантным цветом, то это заставляет твои мышцы двигаться быстрее и сильнее. Ну и последнее — это орехи. Вообще, что угодно, ты съешь, это поднимет твой сахар в крови и даст тебе немного энергии. Но... Или много энергии. Но касательно орехов, там у меня написано, что магнезий в них содержится и фолиевая кислота, и это то нехватка, чего приводит к ощущению усталости. Я не уверена, насколько это мгновенный результат. Скажите мне, вы чувствуете разницу, что когда вы съедаете орехи, у вас больше энергии, чем когда вы съедаете что-то другое? В общем, пока я ресерчила эти разные лайфхаки, потому что много очень банального попадается, но, в общем, пока я ресерчила особенные такие лайфхаки, я выпила воды, прошла, села в хорошую позу, утеплилась и быстро думала, быстро набирала вот этот вот текст, переписывала эти лайфхаки. И реально, серьёзно, это сработало. Через 30 минут я вышла из этого сонамбулического состояния, в котором я пребывала в течение пару часов. Так что попробуйте, может и вам это поможет. Вот это всё на сегодня, ребят. Увидимся завтра, на самом деле, потому что я объявлю начало нового марафона на Lingoda и дам ссылки. Если вы хотели участвовать, то вы в прошлый раз просто места буквально первые дни разошлись, поэтому если для вас это актуально, то возвращайтесь завтра, чтобы не пропустить. Вот это всё на сегодня, всем не уставать и энергично провести выходные. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok